Привет! Вы смотрите Юрген. А раз видите меня, значит настало время программы Блокпост. Сегодня я расскажу вам, кто испортил бульон с Ильей Ниной блогеру Матвдвахода, почему зеленым змеем завязал опен-медиаблог и каков модный приговор сильному полу от блогера Изергили. Более наглой рожи я еще не видела. Для него нормально сперить котлету с вилки в тот момент, когда вы ее несете в рот. Он прожорлив, откусил у меня полконфеты. Я держала ее в пальцах. Он типа ласковый, а потом как клацнет зубами. Это блогер Матвдвахода, в миру журналист Елена Соловьева про своего кота. Подобрала его летом, даже кушать сам не умел. А теперь... Пробрался на кухню. Тельцем толкал большую кастрюлю с плиты. В кастрюле был бульон из оленины и большой кусок мяса. Столкнул. Бульон вылился. Коля на грохот прибежал и мясо спас. Но бульон погиб безвозвратно. Сколько раз его под лица забрать хотели. Да Коля к нему прикипел. Ну вот лично я, кота, очень даже понимаю. Запах оленинки, вот оказывается, чем журналисты дома питаются, то еще искушение. Ты молодец, Лена, что приютила сиротку. Кстати, оленинка и жареная, и очень даже ничего, да с картошечкой. Эх, вспомнила. У меня к тебе дело есть. Ты продолжай варить оленину, а я к тебе забегу ненадолго. Кота только запри, не люблю конкурентов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неприятно, неинтересно и просто. Да там столько всего будет, что и без градусов на веселе можно оказаться. Тем более для весеннего настроения у тебя и здоровье будет, и деньжата. Откуда? Так и не потреблял же ведь всю зиму. Между прочим, всех касается. Так что если по весне настроение супер и деньга в кармане хрустит, с вас, дорогие мои, поляна. Ой, это лучше вырезать. Мужчин, как убеждена блогер Изергин, терзает множество вопросов относительно своего внешнего вида. Не полнит ли оранжевый плащ? Или какой длины должен быть галстук? Советы циктовкарки, повидавшей жизнь, таковы. Никогда не носите боти. Не злоупотребляйте розовым, а лучше вообще откажитесь от него. Все-таки есть вероятность, что вы станете похожи на пастилу. Если же хотите понравиться лично мне, то одевайтесь так. Скромненько и со вкусом, с налетом интеллектуальности. Как говорили в одном фильме, в этом платье вы можете пойти куда угодно. В таком виде можно лекции в университете читать, а можно и арбузы продавать. Мужчина, злоупотребляющий розовым, продает арбузы и читает лекции в универе? Это ж шестидесятник, креативный класс по нынешнему. Хотя не знаю, как вам, дорогие телезрители, этот модный приговор по-сактовкарски. А мне вот думается, что на разгрузку арбузов и на лекции вуз все-таки лучше разный прикид подобрать. А насчет налета интеллектуальности, ну, интеллект или есть, или его нет. И никакой налет не скроет его отсутствие. Впрочем, любовь, как известно, зла, полюбишь и пастилу. Умных вам мыслей и интересных постов. Самые-самые занимательные проанализирую в этот четверг в программе Блокпост. До встречи на Юргане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова